Лишний повод признаться в любви. Сегодня во всем мире отмечается День Святого Валентина. В России этого праздника официально нет, однако с каждым годом открытки в виде сердец, многочисленные букеты и романтические свидания именно 14 февраля становятся все популярнее. Как готовились, отмечали и признавались в любви, сегодня в Набережных Челнах узнавала наша съемочная группа. Одними из первых наплыв влюбленных ощутили на себе продавцы цветов. Покупать букеты представители стильного пола начали еще утром. Как показывает практика, цветы – лучший подарок. К тому же выбор разнообразен. Взрослые уже берут такие розы, красные, белые, более возрасте люди уже. Хризантемы берут более возрасте люди. Молодежь любит что-нибудь такое яркое, красивое. Такие вот мини-букетики любят они, мини-букетики. А вот учащиеся по традиции готовили валентинки. Правда, в этом году многие челнинские школы оставили без внимания католического святого. Но кое-где эту дату использовали как личный повод сказать теплые слова друг другу. Так 23-я школа подготовила специальную акцию. Наша акция называется «Подари радость». Я сделала сама открытки своим подружкам лучшим. В школе мы каждый год помечаем 10-го Валентина. Мы и дарим друг другу сердечки, подарки какие-то определенные. Иногда делаем сами подарки. В процессе задействованы все классы. Начальные на уроке технологии изготавливали валентинки. Для учеников среднего звена провели мастер-классы по сервировке праздничного стола. Будет проведен диспут для старшеклассников. Что такое семья? Ведь этот вопрос очень актуален. Как же наши дети относятся к гражданскому браку? Как они относятся к официальному браку? Для всех без исключения работала почта Купидона. По традиции учащиеся опускали поздравительные открытки в специальный ящик. Позже послание нашли получателей. Те, кто хотел отметить День влюбленных на свежем воздухе, мог прийти на Шишкинский бульвар. В честь праздника здесь работали несколько анимационных площадок. Однако главным действием стала выездная регистрация брака. Андрей и Эльза вместе уже четвертый год. Дату необычной церемонии, говорят молодожены, продумали заранее. Дата запоминающаяся. Ну и так совпало. Время так подошло. И мы решили, почему бы и нет 14-го часа. День любви благоприятный для нас. По гороскопу, по году. Да и вообще интересный день запоминающийся. Новая ячейка общества образовалась на глазах десятков горожан. Регистрация на бульваре стала первой в Автограде. Однако День влюбленных пользуется спросом у желающих вступить в брак. Так сегодня у Замигиминея связали себя три десятка пар. Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Челнин, 24.